Доброе субботнее утро. У меня на обед сегодня будет борщ. Лозанки на ужин не понравились Виталику, но борщ 100% зайдет. А еще вчера в магазине купили фарш и муку, и будем готовить пельмени. Вообще, я их, конечно же, хотела купить готовые. Я взяла две упаковки, но они по 450 грамм, и чтобы накормить мою всю семью, но две упаковки это мало. Две упаковки это только для детей. А Виталик тоже очень любит пельмени, и он сказал, пока тебя не было, я купил приспособление для лепки пельменей, поэтому давай приготовим сами. Я говорю, ну ладно, хорошо, давай. Вот так это выглядит, такая вот штучка. Ну, конечно, это... Ею даже еще никто ни разу не пользовался. И, если честно, я тоже не до конца понимаю, но я думаю, 100% разберусь, потому что мне казалось, что должно быть две такие штучки, ну, две половинки. Но, скорее всего, кладется тесто, потом в кружочки добавляется фарш, сверху покрывают еще одним тестом и проходится скалкой. Наверное, так это делается. Поэтому сегодня будут кулинарные эксперименты в виде пельменей. Приготовила я уже все документы, но мне нужно теперь сделать... Сейчас помешаю эту морковку с луком. Но мне нужно теперь сделать копию внеска заполненного. А сегодня суббота. Это сложно будет немножко найти ксерокс. Вот. И все. И сегодня вечером поздно. Вечером поедем, отправим это все по почте. Или завтра с утра. Не знаю. Посмотрим. Вот. Так что все готово. Все. Я... Ну, мы успели, скажем так. Я очень переживала, что мы не успеем. Нет, успели. Все в порядке. Решила долго не оттягивать. И сейчас еду делать ксерокопии внесков. Ну, и как бы заодно заеду на почту. Ну, вот выхожу во двор. А у нас во дворе достаточно громко. Из какой-то квартиры напротив дома. Играет группа Ленинград. А они, в общем... У них такая музыка очень... Ну, она классная. Особенно классно смотреть их клипы. Но... Такая провокационная группа. Во-первых, очень много нецензурной лексики. Ну, и так сразу-сразу слышно, кто где живет. Это, конечно, не библиотека. Это почта. Но мы все равно шуметь не будем, да, сильно? Да. Наташа. Да. Смотря на такое позднее время. Что ты тут делаешь? Я отправляю документы детские. Завтра последний срок. Но мы решили сегодня вечером поехать. Почта работает, кстати, не круглой суточной, а до 24. А я думала, круглой суточной. По-моему, кстати, с 8. Ну, не точно. Будем выходить, я покажу на дверях, до скольки она работает. Ну, со скольки. До точно я посмотрела. Вообще, посмотрите. Вот это вот. Это комплект не одного. И таких комплекта вот. Еще. Вот три. Два и три. Ай, я не верю. Конверты уже купила. Все. И сейчас немножечко все заполняю. Итак, почта, которая работает допоздна, а не круглосуточно. Как я уже хотела обмануть всех с понедельника по воскресенье. С 8 до 24. Ну, приехали бы мы после 12. Да, я тут нарассказывала, что она работает круглосуточно. Нет, не круглосуточно, но до 12. И это очень удобно. И в воскресенье, между прочим, тоже с 8 до 12 ночи. Все. Домой. Ну, что это такое? Это называется и лечусь, и учу немецкий одновременно. Пришлось достать небулайзер. Вообще, достала его для Тимура, потому что Тимур начал подкашливать. А вообще, у меня переспели бананы. Вот эти вот еще нормальные, а вот эти два отложила. Поэтому сейчас, видимо, буду что-то с них делать. Может быть, какие-нибудь плацки. Нету плацков, поэтому коктейли нет. Я могу и так сделать. Может быть, схожу за кефиром. Так что надо будет сейчас что-то придумать с них.